День Народного Единства – один из самых молодых государственных праздников России. День Народного Единства – государственный праздник, день воинской славы России. В 22-м году он отмечается 4 ноября. Это официальный выходной день в стране. Праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1912 году и символизирует народное единение. Он приурочен ко дню Казанской иконы Божьей Матери. Его отмечают все граждане Российской Федерации. В 22-м году День Народного Единства празднуется 18-й раз. История праздника. 4 ноября по старому стилю 22 октября. В 1912 году народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и освободило Москву от польско-литовских захватчиков. Русские войска пришли в Кремль красным ходом с казанской иконой Божьей Матери, защитницей русской земли. В 1930 году на Красной площади был построен Казанский собор. В 1149 царь Алексей Михайлович объявил 4 ноября государственным праздником, днем Казанской иконы Божьей Матери, в память о освобождении Москвы от польско-литовских войск. После Октябрьской революции 1917 года традиция отмечать это торжество прервалась. Какая икона связана с историей? История освобождения Москвы 4 ноября, согласно преданию, именно Казанская икона Божьей Матери стала покровительницей народного ополчения. Святыню специально прислали из Казани князю Дмитрию Пожарскому, чтобы воодушевить народ. История гласит, что в день выступления народного ополчения к Москве был отслужен молебен, по окончанию которого резко переменился ветер, и сильного встречного стал попутным. В летописях сказано, что благодаря чудотворной иконе крылатые гусары Европы были разбиты у стен Новодевичьего монастыря и отброшены за пределы Москвы. Как отдыхаем в праздник? В 1923 году День народного единства выпадает на пятницу, и этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг сокращенным рабочим днем. Итого, россияне будут отдыхать 4 по 6 ноября, на работу и учебу в понедельник, 7.